На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, какие развлечения позволительны в пост? Но давайте тогда определимся для начала, что есть развлечение. Потому что то, что может казаться развлечением, может быть и совсем не развлечением. Итак, что же такое развлечение? Вот понимаете, если мне скучно, мне заняться нечем, мне вот чего-то хочется в пост, ну, надоело молиться, все, устал, ходить в церковь там, ой, не, не хочу, надо развлечься. И я, не знаю, включаю сериал какой-то, мыльную оперу очередную, да, и наслаждаюсь там, кто как кого обманывает, кто как кого убивает, ворует и так далее, и так далее, что у нас на каждом шагу. Или включаю какой-нибудь юмористический концерт, да, где, как правило, шутки ниже пояса. Или просто включаю какую-нибудь музыку, которая, ну, не душевная, вот будем говорить так, а просто вот тут-стут, как говорит молодежь, да. Танцевальная музыка, не на непонятном языке, просто ритм идет, знаете, как у шаманов, бум-бум-бум-бум. Вот это тогда развлечение. Потому что мотив мой, какой? Ну, именно развлечься, отвлечься, мне пост сейчас не нужен, не хочу, надоело, устало, все. Тогда вы занимаетесь развлечением, тогда вы грешите. Но если то же самое, из перечисленных, то есть фильм, я включаю какой-нибудь фильм, пусть там не какой-то о духовном, а просто какой-то, ну, вот я, например, иногда смотрю фильмы военные, да, вот узнаю какой-то фильм хороший, да, и смотрю. Так, извините, иногда плакать хочется, душа душу трогает, душа оживает. Поэтому ведь человек есть плотской, это вот кто развлечениями занимается, а есть человек душевный, как говорит Священное Писание, да, человек, который мало там развлечься какими-то для тела увеселительными делами, дающими некое удовлетворение, удовольствие, но душевному человеку нужно что-то для души, хорошие душевные песни, народные песни. Да, они не о Боге, но они о любви, в которых душа плачет, радуется, страдает. Есть в этом неполезное для человека, ведь все определяется, польза есть или польза нет, для души, именно для души, есть польза. Если, скажем, ну, меня пусть, возьмем такой вариант, пригласили в гости, опять-таки, в пост, да еще и в ресторан, да, юбилей, вот, у человека, с которым мы там дружны, правильно ли я сделаю, если откажу, скажу, нет, я не пойду, у меня пост. А ведь день рождения один раз в году. Что-то случится, для вас не полезно, если вы пойдете, да и потанцуете там, ну, и пусть даже под музыку тут-стуц. Да нет. Разве в этом и есть грех? Вы что, пошли туда просто, потому что вам надоело, как говорится, постом упражняться? Нет, вы пошли туда, потому что вас позвали, и вам, вы не хотите обидеть человека. И это тогда не развлечение. И так вот, примеров можно множество приводить, но надо понимать одно, развлечение для меня, это тогда, когда мне вот поститься, и все, что связано с постом, надоело, я хочу развлечься. И смотрю, что-нибудь, то, что души пользу не приносит, а просто ее развлекает. Балду какой-нибудь. Но если я тоже устал от поста, мне немножко нужно отдохнуть, да, снять напряжение. Если я посмотрю что-то душевное, послушаю душевную музыку, в этом нет греха. И среди монахов, вот знаете, есть такая хорошая святоатейская история, когда журналист оказался в монастыре и увидел, как монахи там во время поста сидят в беседке и хохочут. Говорит, ну ничего себе, монахи. Подошел и задал вопрос, это как так вот понимать-то вас, товарищи, монахи? А ему объяснили, что, знаете, лук, когда долго держишь напряжение, рука устает. Иногда надо отпустить тетиву. Вот, поэтому ничего страшного не будет, и не будет в этом, то есть не будет греха, если вы что-то для души, помимо то, что является тренировкой в издержании, еще и сделаете во время поста. В этом нет греха. Главное ради чего? Польза будет для души или пользы не будет? Все определяется. Польза есть или пользы нет. Поэтому не развлекайтесь, но то, что для души потребно, давайте ей. Пищу и духовную, и душевную, а телу телесную, ту, которая ему потребна. Во благо. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok